С наступлением осенних холодов У главных источников света и тепла в нашем регионе – Гомельская ТЭЦ-2. Станция вырабатывает 30% тепловой энергии в области. Построенная в 1986 году, она постоянно совершенствуется. В текущем году на предприятии реализован ряд энергоэффективных проектов. Капитальный ремонт энергоблока номер 3 мощностью 180 мегаватт стал частью плановой подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. За счет этого ремонта мы достигаем повышения КПД проточной части турбины. Естественно, повышается эффективность работы турбинного оборудования и это сказывается на снижении удельных расходов топлива на электроэнергии. Что касается котельного оборудования, то на котле были выполнены большие работы по замене уплотнений реализованных воздухоподогревателей. Были выполнены работы по кислотной промывке котла номер 3 парового. Во время этих работ, естественно, снижаются отложения на котле и за счет снижения отложения снижается температура уходящих газов. Естественно, увеличивается КПД котла и это сказывается в целом на экономичности котельного оборудования. Сегодня регламентные работы продолжаются на энергоблоке номер один. Ориентир на повышение надежности и экономичности работы энергетического оборудования. Так, в первом полугодии за счет энергосберегающих мероприятий на станции сэкономлено более 1200 тонн условного топлива. Схема подогрева мазута реконструирована. Она дала нам увеличение, дала экономию топлива порядка 200 тонн условного топлива. До конца года планируется установить регулируемый электропривод на конденсатном насосе Болеру мощностью 250 кВт, который тоже позволит нам сэкономить порядка 90 тонн условного топлива в годовом разрезе. То есть работа станции направлена на то, чтобы обеспечить станцию, значит, прохождение осеннего-зимнего периода, чтобы население города получало тепло, светло. Ну и, естественно, мы снижали свои удельные расходы, то есть добивались экономичности оборудования. Одновременно на Гомельской ТЭЦ-2 проводится комплекс работ по интеграции станции в белорусскую энергосистему с вводом БелАЭС. Гомельчане первыми в республике в рамках пилотного проекта в 2016 году установили два электрических котла общей мощностью 80 мегаватт. Которые будут использоваться при работе атомной станции в ночные провалы электрических нагрузок. Будут, значит, за счет электроэнергии вырабатывать тепловую энергию, но высвобождать электрическую энергию, которая будет, значит, направлена на то, чтобы атомная станция находилась в базе и вырабатывала как можно больше электроэнергии с более лучшими технико-экономическими показателями. Следуя известной поговорке, традиционно подготовка к зиме начинается весной сразу же после завершения отопительного сезона. В этом году в связи с погодными условиями и эпидемиологической ситуацией он как никогда затянулся до начала июня. Это внесло коррективы в график работ гомельских тепловых сетей. Пришлось работать в напряженном и ускоренном темпе. Если говорить о подготовке к ОЗП в рамках замены тепловых сетей, то в 2020 году уже на 1 сентября мы поменяли из запланированных почти 13 километров более 9 километров. Из них это порядка 3,5 километра – это капитальный ремонт и остальные по реконструкции тепловых сетей. Все ремонты и реконструкции проводятся в соответствии с современными требованиями. Реконструкция производится с заменой трубопроводов, изношенных на предизолированные. Это современное эффективное экономичное оборудование, которое будет работать с пониженными тепловыми потерями. Тем самым будем иметь экономический эффект. Чтобы обеспечить надежное и бесперебойное тепло и электроснабжение региона, энергетики провели ремонт по всем участкам основного и вспомогательного оборудования, а также активно готовились к вводу в эксплуатацию БелАЭС. В этом году раньше планируемого срока завершили строительство котельной с установкой двух электрокотлов по улице Черниговская, 22А областного центра. Данный проект позволит регулировать нагрузку энергосистемы в часы минимального ее потребления. А именно в 23 часа будет происходить зарядка баковых аккумуляторов до 6 часов утра с последующим выдачей тепловой энергии в зону охвата РК Черниговского на Белецкого районах. Это позволяет трансформировать электрическую энергию в тепловую и выдавать нашим потребителям. Также в этом году мы забрали нагрузку еще от двух котельных жилищно-коммунального хозяйства на энергоисточники РУБ Гомель Энерго на Гомельские тепловые сети. Это две котельные по улице Димитрово, 26 и Ильича, 32. Данные источники, которые мы забрали, источники энергии на Гомель Энерго, позволят сэкономить топливо порядка 600 тонн условного топлива. Это хороший экономический эффект. Более того, там установлено самое современное оборудование, которое позволит экономично, надежно, качественно и эффективно обеспечивать теплоснабжение потребителей нашего города. Приоритетными направлениями в работе предприятия Гомель Облтеплосеть является реконструкция, ремонт теплосетей, котельного оборудования, центральных тепловых пунктов. Ставка делается на гидравлические испытания теплосетей с повышенным давлением. Это позволяет выявить более 90% всех повреждений. И уже в отопительный период работать без сбоев и аварийных остановок. Вот лишь некоторые цифры выполненных работ в рамках подготовки к нынешнему отопительному периоду. Гидравлические испытания теплосетей – 496 километров. Профилактический ремонт – 17 котельных. Профилактический ремонт – 100 тепловых пунктов. Реконструкция – 13 километров теплосетей. Особое внимание объектам социальной сферы. Так, на территории школы и детсада Новобелецкого района по улице Деревообделочная 1 проведена модернизация старой котельной, в ходе которой полностью заменено оборудование и установлены два котла, работающие на топливных пилетах. Местные виды топлива, которые являются экологически чистым, они изготавливаются из отходов деревообработки, стружки, опилок и других. Основным преимуществом пилет является то, что они первое – это экологически чистые топлива, очень низкий выброс, это один из самых современных, так как он позволяет, во-первых, уменьшить удельный расход топлива на 1 геокалорию, ну а также снизить затраты за счет оптимизации численности, так как работает котельная полностью в автоматическом режиме. Топливные гранулы позволяют работать котельной в автоматическом режиме круглосуточно, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Все сигналы по режиму температуры, давления передаются на диспетчерский пульт предприятия. Реализация данного проекта позволила предприятию снизить удельный расход топлива с 212 килограмм условного топлива на геокалорию до 167 килограмм условного топлива на 1 геокалорию. Значит, и позволило сэкономить 25 тонн условного топлива при реализации данного проекта. Котельные на пилетах сегодня, что называется, в тренде. Они работают в Петриковском, Мозорском, Ветковском районах. Этому способствует и сама природа. Более 40% территории Гомельщины занимают леса, а значит, недостатка в сырье не будет. Отходы в доходы. По такому принципу в нашей области введены в строй два новых предприятия по изготовлению современного вида топлива. Самый крупный в Беларуси завод открыт в Мозорском районе, а также цех в Житковическом. Новое производство в том числе позволят выйти и на зарубежные рынки. Ведь экологические гранулы активно используют в странах Европы и считают отличной альтернативой газу. А по своей теплотворной способности сравнивают с каменным углем. К слову сказать, в нашей стране по распоряжению главы государства за последнее время открыто шесть экспортно-ориентированных пилетных предприятий. В следующем году будут построены еще шесть. Один из них в Гомельском районе. В целом организациями Гомельской области проведен большой объем работ к предстоящему осенне-зимнему периоду. Несмотря на то, что в этом году работы велись в более сложных финансовых условиях, так как значительные средства отвлекались на борьбу с коронавирусом. Тем не менее, как отмечалось на заседании облсполкома, коммунальные службы области выполнили практически весь комплекс работ. А это порядка пятидесяти наименований и полностью готовы к работе. Паспорта готовности до 17 сентября получили все теплоисточники. И это лучший результат в республике. Если говорить о знаковых таких объектах, то на сегодняшний день мы начали пусконаладочные работы по большому теплоисточнику в Будо-Кошелеве. Это центральная, модернизировали центральную котельную. Пристроили к ней блок на местных видах топлива мощностью порядка 15 мегаватт. И сейчас ведутся наладочные работы. То есть в ближайшее время котлы начнут работать. Это даст огромную экономию газа. То есть котельная будет работать на местных видах топлива практически круглый год. Мы заготовили топливо 100%. Даже это касается топочного мазута. Что касается местных видов топлива, то здесь мы даже и перевыполнили план. Более 100% у нас заготовлено дров, древесные щепы. Так что отрасль у нас готова к работе в отопительный сезон. И я думаю, он пройдет, как обычно, в плановом режиме, без каких-либо нештатных ситуаций. Тепло должно пойти во все дома вовремя, в полном объеме и без потерь. С этой целью тепловые пункты многоквартирных жилых домов с центральной системой отопления почти на 100% оснащены групповыми приборами учета расхода, тепловой энергии и системами автоматического регулирования. Львиная доля бюджета идет на подготовку жилого фонда. Это ремонт входных групп, ремонт именно дверей, входов, входов в места общего пользования. Остекление мы проводим в больших масштабах. Поэтому большая просьба, как можно бережнее к этому не нестись, не разбивать вандальных надписей, не делать в подъездах. Так как это является ваш основной жилой фонд, нужно это беречь. Предприятия региона стараются предусмотреть все до мелочей, чтобы на пороге отопительного сезона организовать теплый прием осенних холодов, а в наших квартирах был комфорт и уют. Ведь как зиму встретишь, так и проведешь. Субтитры создавал DimaTorzok